Сегодня утром Олег Газманов сделал шокирующее заявление по поводу трагической смерти Юрия Шатунова. Лев Лещенко, Никита Михалков, Олег Газманов и Сергей Глушко уже больше месяца оказывают поддержку семье Юрия Шатунова. Причем стоит заметить не только словами, но и делом. А Никита Михалков приложил все усилия, чтобы Юрию присвоили звание народного артиста. Неравнодушные артисты на этом не остановились и пошли дальше. Они помогают следствию в розыске убийцы Шатунова. Лев Лещенко, Сергей Глушко и Никита Михалков подняли все свои связи, в том числе и из криминального мира, с которым им приходилось общаться. Олег Газманов и вовсе заявил, что знает преступников и готов назвать их имена. Он предоставил информацию, которую ему разрешило следствие это сделать. Как известно, причиной смерти стал инфаркт. Но Юрий следил за своим здоровьем. Он не употреблял спиртное, не курил и по мере возможности занимался спортом. Регулярно проходил медицинский осмотр в Германии, последний из которых был год назад. Проблем с сердцем врачи у него не обнаружили. Вскрытие и химический анализ показал наличие в крови сильно действующего медицинского препарата, который он принял как минимум за 24 часа до трагедии. Олег Газманов благодаря своим источникам смог назвать, как этот препарат попал в кровь к его коллеге. 23 июня Шатунов вместе с четырьмя бизнесменами уезжает за город на отдых. Как утверждает Газманов, среди этих людей есть один из преступников. Он добавил в бокал с гранатовым соком сильнодействующий препарат в большой дозе. Через небольшой промежуток времени известному исполнителю становится плохо. Но в конечном итоге принимают решение везти Шатунова на своей машине. В больнице, по словам Газманова, его встречает уже второй преступник. Он, как врач, берет к себе на лечение Шатунова и якобы пытается ему помочь. Это длилось около двух часов, но спасти пациента не удалось. По словам Газманова, имя врача, пока идет в следствие, запрещено называть. Но этот врач устроился в домодедовскую больницу не так давно. Следствие установило, что он также знаком с Андреем Разиным, и за месяц до трагедии часто созванивался с бывшим продюсером. Стоит заметить, что многие врачи заявили, что Шатунова можно было спасти. При этом большой квалификации врача в данном случае не требовалось. Сейчас следствие собирает все факты для того, чтобы предъявить обвинение. Также устанавливается мотив. Основным мотивом на данном этапе является то, что Разин планировал заменить Шатунова и возродить группу «Ласковый май», деньги с концертов которой целиком шли бы в его карман. Для этого он нашел в Америке молодого юношу, похожего на Шатунова в молодости, и при помощи пластических операций сделал из него точную копию. После этого, как Олег Газманов озвучил данную информацию, он добавил, что семья Шатунова находится под охраной в месте, которое известно только небольшому кругу людей.